Метание мяча, прыжки в длину и эстафеты входят сегодня практически в каждый школьный урок физкультуры. Однако эти ребята пришли не на занятия, а на соревнования, да притом посвященные Олимпийскому движению. Такая необычная акция уже последние несколько лет собирает во Владивостоке десятки юных участников. В первом блоке команды, каждый по очереди, пробовали себя в испытаниях в ФСК ГТО. Вот это метание мяча в цель, это наклоны и прыжки в длину. Второй блок это соревновательный, спортивный. Сейчас вот вы видите, проходят веселые старты в формате эстафет. Инициатором Всероссийского Олимпийского дня выступает Национальный Олимпийский комитет. Ежегодно этот день включают в единый календарный план масштабных физкультурных мероприятий, в которых принимают участие и взрослые, и дети. В этом году акция посвящена летним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Аргентине в октябре этого года. В ожидании праздника спорта во многих городах России сейчас проходят подобные эстафеты, конкурсы и турниры. Конечно, этим юнцам до участников Олимпиады еще далековато, однако главное – замотивировать молодежь и направить на путь чемпиона. Ведь основная цель Всероссийского Олимпийского дня – завлечь детей в спорт и показать, что это не только полезно, но еще и престижно. Наталья Фалеева, как никто другой, знает, что начинать свою карьеру нужно с самого раннего возраста. С ее воспитанницами, знаменитыми амазонками, сегодня считаются самбисты со всего мира. А ведь многим нашим чемпионам еще даже нет 18 лет. Мне кажется, во-первых, неплохая программа самбо в школу, только ее нужно развивать. Третий урок самбо, он втягивающий, то есть дети познают, смотрят, что это. Но это очень сложно сделать, потому что школа должна быть оборудована. Участники веселых стартов по итогу получили не только эмоции и заряд энергии, но и заслуженные призы с олимпийской символикой, которая будет теперь им напоминать, к чему нужно стремиться. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.